Всем привет! Сегодня поговорим про эти странные сооружения. Если вы такие видите, значит, скорее всего, рядом с вами электростанция. Тепловая или атомная, ну, либо какое-то серьезное промышленное предприятие. Атомные электростанции лично мало кто видел, я думаю, а вот тепловые в большом городе вполне себе можно встретить. Например, ТЭЦ. И там вот эти огромные конструкции еще и по несколько штук стоят, а сверху то ли дым, то ли пар идет. Выглядят так, как будто это огромные бочки, в которых что-то греется или варится или сжигается. Многие так и думают. На самом деле нет. Они нужны ровно для обратной цели. Они не греют, они охлаждают. Охлаждают воду, причем в больших количествах. Называются эти сооружения градирни. Зачем на электростанции вообще что-то охлаждать? Ну, в двух словах, на примере тепловой электростанции. Ее основа – это паросиловой цикл. Есть огромный котел. В него с одной стороны подается топливо, уголь, газ, мазут, что-то еще, а с другой – вода. Специально подготовленная вода. Пройдя через котел, вода превращается в перегретый пар под очень высоким давлением. Далее пар подается в турбину, которая приводит в действие генератора электроэнергии. То есть вырабатывается электричество. Часть пара может забираться на другие нужды, например, на теплоснабжение. Вот когда пар свое отработал, отдал, что должен был, его нужно вернуть в жидкое состояние и отправить обратно в котел, чтобы цикл пошел по кругу. То есть пар нужно конденсировать. Это происходит в теплообменном аппарате. Чтобы процесс конденсации происходил, и тем более эффективно, пару нужно куда-то отдавать тепло. И тепло это забирает охлаждающий контур, циркулирующий через теплообменник вода. И вот эта самая вода, набрав полные карманы тепла, уже отправляется в градирню на высоту, где разбрызгивается, ну, распыляется. Сама градирня – это труба или башня. То есть ни кастрюлька, ни чашка, ни стакан. У нее снизу есть отверстие для прохода воздуха. Сама башня высокая, поэтому возникает тяга. Воздух протягивается через башню снизу вверх. А водяные капельки, распыленные вверху, падают вниз, охлаждаясь этим воздухом. Внизу вода собирается и идет обратно в теплообменник. И все по кругу. Поскольку вода приходит в градирню горячая, то часть ее испаряется при контакте с атмосферным воздухом. Вот этот пар мы и видим над градирнями. На сегодня все. Все ссылки в описании. Спасибо за просмотр.